В этом уроке научимся вставлять окна и двери в наше помещение, а также сделаем пол и потолок. Итак, начнем с пола. На виде сверху делаем просто бокс, который будет полностью закрывать наше помещение. И высоту с минусом. Минус 50 пускай будет. Пол обязательно должен быть с толщиной, хоть это и незаметно будет, но это лучше, чем просто плоскость без толщины. Итак, дальше. Мы можем эту же плоскость скопировать на потолок. Если у нас потолок ровный, в любом случае, даже если он не ровный, то у нас будет основная высота. И делаем высоту уже с плюсом, 10. Здесь в координатах у нас высота данного помещения 2,80. Пишем 2,800 от пола. То сейчас он стыкуется идеально с нашим помещением. Вот то, о чем мы говорили в прошлых курсах, это очень маленький угол обзора. Сейчас почти ничего не входит. Можно нажать вот на эту кнопку и сделать его побольше, по шее. Тогда теперь больше помещения входит в кадр. Для того, чтобы полетать по комнате, используем стрелочку вперед. Включается вот такой курсор. И мы можем перемещаться с зажатой клавишей мышки и перемещаться по комнате. Если перемещение происходит очень медленно, то в этом режиме можно нажать на квадратные скобки на клавиатуре. Это русские буквы Х и твердый знак. Вот, нажимаем на твердый знак несколько раз и скорость движения ускоряется. Посмотрели, покрутили головой. Понимаем, что здесь нам нужна дверь при входе в помещение. Здесь у нас балконная дверь и окно. И вот здесь у нас три окна. Сейчас пока выделим наш потолок и спрячем его правой кнопкой «Hight Selection», чтобы он нам не мешался. И давайте начнем с двери. Берем любую дверь, например, «Door Classic». Ее перетаскиваем в 3D Max и жмем «Merge File», то есть «Соединить данные сцены». Вот появляется наша дверка. Мы ее как нужно разворачиваем и вставляем. Делать это лучше на виде сверху. Вот таким вот образом. Так, здесь у нас посмотрим сейчас. Немного не по размеру. В общем-то нормально стало. Если не по размеру, то есть если проем был бы меньше, наоборот, или больше, нам пришлось бы размеры двери менять. Двери у нас в группе. Поменяем для этого модификатор «Edit Poly» прямо поверх группы. А, и там у нас есть инстансы. Тогда сначала конвертируем все это в поле, а потом применяем модификатор «Poly». Тогда все нормально, никаких ошибок. И на виде сверху выделяем вот эту часть, то, что правее от центра находится ручка, вот эти все филеночки, вот эти классические элементы, и просто передвигаем на нужное нам настроение. Передвинули, пропустили. То же самое с верхом. Если бы у нас был верх выше, например, вот так, видите, приступает к кусок стены. Просто берем и опускаем. Все. Дверь вставлена. Если нам нужно, чтобы она открывалась в другую сторону, то просто используем симметрию. Располагаем, как нам нужно. С дверью все просто. Аналогично можно вставить другие двери, если не у вас есть в сцене. Но в данном случае мы видим из помещения только одну дверь, поэтому ничего больше делать не будем. Далее нам нужно вставить окна. Окна то же самое. Берем файл с окном, перетаскиваем сюда, нажимаем «Match», и вот оно появляется. Печатанное пол. Поднимаем его и на виде сверху разворачиваем, как нам нужно. Обратите внимание, я использую привязку по углу. Так гораздо проще. Так, и допустим, что здесь у нас будет дверь, ну, вернее, открывающееся полотно окна, а рядом будет окно. Здесь у нас будет открывающееся полотно окна, а рядом будет дверь. Вот, посмотрим сейчас. То есть нам вот эта лишняя часть окна не нужна. Правая здесь будет вот так, и рядом будет такой же фрагмент. Давайте посмотрим, как лучше сделать. Сначала подгоним по высоте. У нас начинается подоконник, вот примерно так. И теперь выстроим это дело по губине, вот так. И теперь все, что нам не нужно, мы можем просто спрятать вот так. И сейчас обрубим лишнее. По высоте подгоняем размеры. Таким вот образом. И вот этот кусок подоконника нам абсолютно не нужен. Мы его убиваем. Можете выделить его как элемент. Часть. Выделить вот эти полигоны, точки вернее, и сделать на все окно. Потом элемент назад поставить на место. Чтобы все было красиво. Далее мы окно подгоняем по размеру и вставляем его правее. Примерно так. Оставшуюся часть подоконника тоже выравниваем. Смотрите, что нам нужно здесь сделать. Во-первых, нам не нужна вот эта вся часть. То есть, это мы уделяем, кроме вот этой основной рамы. И удаляем сразу же. То есть, это все не нужно. А все остальное, вот эту раму, так, вот здесь еще перегородка, насколько я помню. Да, перегородка нам тоже не нужна. А все остальные точки мы просто передвигаем вот сюда. А вот таким образом. Здесь можно выровнять, как вам будет удобно. Вот. У нас готово одинарное окно, открывающееся. Можно убрать ручку, если она не нужна. Убрать шарниры. Если это окно просто не открывается. И из этого же окна мы делаем, уделяем сейчас все элементы, кроме подоконника. И его копируем сюда, в отдельный объект. Это будет наша дверь. Точно так же по высоте, на виде сверху, вернее, подгоняем по размерам. Все должны быть вплотную. А далее низ. Делаем низ. Ручку перемещаем тоже ниже. Где-то на 900-1000. Вот таким образом. И окно, как правило, особенно такой высоты, оно имеет какие-то перемычки снизу. Здесь для жесткости. И, как правило, низ окошка, он закрыт пластиком. Тоже это можно сделать. Окна можете сразу удалять, поскольку они обычно не нужны. И на рендерах от них могут быть неприятности. Поэтому окна нам не нужны. И что мы делаем теперь? Мы берем вот эту часть, убираем выделение этого элемента. И эту часть копируем с шифтом точно так же. Например, вот на это расстояние. Копируем как элемент. Далее выделяем вот эти все точки и масштабируем их по оси Х, чтобы они были вертикальны. И располагаем вот так, как будто это стык. С левой стороны делаем то же самое. Масштабируем друг к другу. Обратите внимание, что при масштабе вот здесь должна быть указана вот такая вот иконка, чтобы масштабирование происходило относительно общей точке координат. И перемещаем ее сюда. Вот. Таким образом у нас получилось окно с перегородочкой. Если вы хотите закрыть вот эту часть не стеклом, сделать не прозрачным, а пластиком, то берете просто обычный бокс и сюда его вставляете. Давайте сделаем вместе. Создаем обычный бокс по размерам и сюда его вставляем. Вот так. Естественно, материалы потом мы назначим, когда будет соответствующая тема. И вплотную к резиночкам вот этим можно подогнать. Все теперь хорошо смотрится. Похоже на балконную дверь. Вроде бы все так. Теперь переходим... А, да, можно вот эту часть, чтобы она не болталась тут отдельным объектом, пристыковать к двери. Выделяем дверь и есть кнопочка Attach. Нажимаем на нее и выделяем наш объект. Все, она окрасилась в тот материал, который был. И теперь это единый объект, который можно перемещать и копировать в производительном действии. Теперь наша задача сделать эркерное окно. Берем наше основное окно и копируем сюда. с копией и вставляем его. Сразу же можно убрать подоконник, поскольку здесь его проще сделать с нуля. Убираем его и вставляем наше окошечко. Подгоняем также по размеру. Вот, примерно так. Чтобы шарниры намешались друг к другу, можно сделать эту часть побольше. Здесь то же самое. Здесь размер тоже подгоняем. Сюда. Можно даже вот эту часть под углом сделать, чтобы был идеальный стык между окном. Далее мы это окно копируем, разворачиваем. Обратите внимание, что сейчас у нас центральная точка находится с края, потому что здесь было продолжение рамы, которую мы удалили. Точка сейчас находится с края. Если мы будем вращать, то она будет вращаться относительно этого центра координат, что не очень удобно. Поэтому давайте изменим сразу точку, войдем в пункт иерархии, нажимаем кнопку Effect Private Point Only и мы можем эту точку передвигать. Убираем передвижение, можем поставить ее где угодно, но вообще лучше сделать ее по центру объекта, поэтому сейчас я ее отпущу. Здесь есть кнопка центра то объект, центрировать по объекту. И эта точка, эти оси координат автоматически располагаются по центру нашего объекта. Это очень удобно. И затем мы отжимаем Effect Private Point Only и теперь можем вращать относительно новой точки. 45 градусов в данном случае и перемещаем наше окно в стык с другими нашими окнами. Здесь можно также подогнать все. Отлично. И с этой стороны тоже делаем все то же самое. Смотрите, чтобы не было таких искажений, если линии должны быть примерно параллельны. Это можно сделать на глазок, либо проверить потом. Когда вы придвинете вот сюда, то видно, если линии параллельны, расстояние между этими линиями одинаковое. Сейчас оно так есть. и теперь это окно, так как здесь такое абсолютное окно, только симметрии, мы симметрии копируем. Выбираем Mirror, Instance, так как эти два окна абсолютно одинаковые. Нажимаем ОК, можно даже ОК задать, не проще будет перевести. И перемещаем это окно вот с этой стороны. Все хорошо, все состыковалось. Вот как это выглядит теперь. Как и планировалось. Единственное, что здесь ручек много, я не думаю, что в реальной жизни стали бы делать так же. Давайте сделаем открывающимся только центральную часть. Уберем вот эту ручку. И здесь, так как это окно было Instance-ом скопировано, то здесь она тоже убирается автоматически. Тогда и шарниры нам, в принципе, не нужны. Шарниры тоже удаляем. Здесь и здесь. Все, теперь окна готовы. Осталось сделать подоконник. Подоконник можно сделать из обычного сплайна. Вычерчиваем такую форму вот таким вот образом. можно нажать Shift, чтобы ровная линия получилась. И можно провести его до сих пор. закрываем сплайн, поднимаем его на высоту 900 примерно и нажимаем Extrude. делаем Extrude примерно на 40 миллиметров и можно чуть-чуть впустить подоконник. Примерно так. Теперь мне не нравятся вот эти углы острые. поменяем модификатор Edit Poly. Включаем режим отображения каркаса. Можете видеть, что здесь вершинок немного рёбер. Выделяем все эти рёбра. Проверяем, чтобы не было ничего лишнего. И делаем Chamfer примерно на 3 миллиметра. И тут зависит от нашего вкуса. Это конструкция подоконника. Либо это прямой скос, либо это радиусная поверхность. Тогда скос ровный. Либо так. Давайте сделаем скругление плавное. Нажимаем галочку. Всё отлично. По желанию можете сделать заглушки. делаются тоже очень просто. Рисуется профиль сбоку. Вот здесь вот так. И также выдавливается и скругляется. Субтитры Продолжение следует...